Друзья, я рад приветствовать вас в этой студии вновь, и сегодня мы будем говорить о правилах питания бойцов смешанных стилей, и правила питания будут в изложении Джорджеса Локхарта. Это специалист по диетологии, который работает с огромным количеством бойцов смешанных стилей, и конкретно, в том числе, работает и с Конором МакГрегором. Это главная тема. Тема кулинарная у нас сегодня – приготовление мороженого, точнее сорбета. Когда хочется съесть мороженое, лучше съесть что-то правильное, в чем не содержится ни жиров, ни рафинированных сахаров, а содержится лишь фруктоза из фруктов и мед, который будет туда добавлен. Об этом мы и будем говорить сегодня. Начнем с мороженого, потом перейдем к бойцам смешанных стилей. Поехали! Поехали! Итак, для приготовления мороженого я использую специальный агрегат. Я прекрасно понимаю, что ни у кого, наверное, агрегата такого нет. Но, ребята, надо же стремиться. Я так считаю, что мы с вами должны планировать хотя бы в нашей жизни, что когда-нибудь все, что мы хотим, будет вокруг нас. Для этого ведь работаем, ради этого учимся, правильно? Ради этого тренируемся и стараемся делать себя круче. Так что я верю в то, что у вас когда-нибудь будет вся техника, о которой вы только пожелаете или о которой вы мечтаете, чтобы готовить именно те блюда, которые вы хотите съесть сейчас. А я сейчас хочу съесть мороженое. В блендер отправляется, внимание, простейшие ингредиенты. Два киви, одна груша и одно яблоко. Столовая ложка меда. Вот здесь уже, конечно, вопрос. Какого размера должна быть столовая ложка? Ведь я могу взять такую столовую ложку, а могу взять, как взял бы Винни-Пух вот такую, с таким горбом. Ну ладно, мы будем есть тут Винни-Пух. Из Винни-Пух и Нехаус. Так, теперь все это перемешиваем. Уже круто. Ну хорошо, а пока мы поговорим о правилах питания бойцов ММА в изложении Джорджеса Локхарта. Сегодня я имею в виду номер один утренциальный эксперт в ММА. Этот человек, если вы не знаете его, он геннистик, за всеми весом в UFC. Он, я думаю, делает половину чемпионов и много UFC-пайтеров. Первое правило. Из-за того, что бойцы расходуют много энергии во время тренировок и спарринга, большинство балуются быстрыми углеводами. По мнению и практике Джорджеса, простые углеводы имеют интересную особенность. Поначалу, чем больше ешь, тем больше хочется их есть. Но как переломить эту тенденцию? В моменты острого углеводного голода я даю бойцам выпить большое количество воды со столовой ложкой корицы и с добавлением псиллиума. По-русски это также называется испагула или испагол. Это лекарственное растение. По-английски называется psyllium husk. В нем содержится клетчатка, которая разбухает и создает ощущение сытости. То есть Джорджес старается всеми силами избежать скачков сахара в крови бойца и, как следствие, скачков инсулина. Второй совет Джорджеса. Боец никогда не должен питаться, как борец с умо. В чем здесь противопоставление? Как питаются борцы с умо? Они едят дважды в день большое количество пищи. Это та же идея, ребят, от чего люди набирают вес вообще. От того, что питаются нерегулярно. Большинство людей на нашей планете питаются именно как борцы с умо. Долго-долго-долго находятся без пищи, потом съедают много пищи. Мы с вами прекрасно помним аналогию с костром. Когда ты в тлеющий костер кладешь огромную охапку дров, они не прогорают. Поэтому люди становятся больше, больше, больше и превращаются фактически в борцов с умо по телосложению. Правило номер три. Трюк для высвобождения энергии перед боем или тренировкой. Съесть ложку меда. Организм получает сигнал, что поступили углеводы в высокой концентрации и более спокойно высвобождают энергию. Смотрите, здесь тоже, возможно, это звучит очень просто. Но в действительности путаницы о том, что нужно есть перед тренировкой, этой путаницы очень много. Спортсмен, который приходит на интенсивную тренировку в состоянии низкого содержания сахара в крови и низкой энергии. И если он приходит голодным, его тренировка не пройдет столь интенсивно. В то же время объедаться перед тренировкой тоже не дело, потому что это утяжеляет организм. Джорджес рекомендует вот такой небольшой обман. То есть дать организму ложный сигнал с помощью ложки меда, что концентрированные углеводы поступили. Как ни странно, организм реагирует на это тем, что высвобождает более спокойно гликоген, который складирован в разных тканях нашего тела. В первую очередь, естественно, в мышцах и в печени. Спокойнее расстается с энергией, и тренировка получается более интенсивной. Четвертое правило. Ни в коем случае не создавайте хронический дефицит энергии в период подготовки к бою. Здесь уместна аналогия с гоночным автомобилем. Невозможно заливать меньше бензина в автомобиль и надеяться проехать больше кругов. То же самое с организмом спортсмена. Невозможно ограничивать себя в питании и параллельно увеличивать тренировочный объем. Тем самым ты просто загоняешь организм в яму. Поэтому калорийность не должна быть дефицитной в период подготовки к серьезному состязанию. Но, естественно, она должна быть адекватной. Она не должна быть избыточной. Она должна соответствовать потребностям спортсмена. Поэтому, ребята, те, кто готовятся к соревнованиям и, естественно, хотят адаптировать свой вес, делайте это другими способами, о которых мы говорим чуть позже. Но не тем, что вы приходите на тренировки голодными. Ничего хорошего из этого не выйдет. Ваша задача раскачать двигатель, как говорит Джорджес, опять же, проводя аналогию с гоночным автомобилем. Увеличить двигатель, его мощность. Что такое мощность двигателя для спортсмена? Объем мышц, либо выносливость в целом всех систем организма и способность к энергетическому выбросу. Это и есть мощность, это и есть двигатель. Вы не можете нанести ущерб своему двигателю во время подготовки к соревнованиям. Пятое правило. Джорджес считает, что бойцу не нужно целенаправленно снижать процент подкожного жира, например, с 12 до 8. Иными словами, не снижение подкожного жира должно быть приоритетом, а эффективная работа организма, которая достигается правильным питанием и в результате снижается процент подкожного жира. Процент подкожного жира у бойца является следствием определенного режима тренировок и определенного режима питания, а не целью для того, чтобы хорошо выступить на соревнованиях. То есть, возвращаясь к предыдущим правилам, мы дробим приемы пищи на максимальное их количество, мы избегаем голода и тренируемся регулярно, постоянно в режимах, похожих на режим, в котором находится боец во время соревнований, и тем самым организм оптимизирует собственную работу и снижает процент подкожного жира ровно до того уровня, который нужен ему для оптимальной работы. Следующее правило, шестое, опережайте голод. То есть, ешьте до того, как голод стал очень интенсивным. Иными словами, когда мы очень голодны, мы перестаем быть людьми разумными, а становимся людьми животными. Что естественно, абсолютно верно. Мы не можем, какая бы у нас ни была сила воли, мы не можем бесконечно справляться с голодом. Но в случае, если голод еще слабый, наш разум может доминировать над нашими инстинктами, и мы можем съесть именно то, что хотели бы съесть, или то, что мы планировали, и осознанно сделать прием пищи, а не инстинктивно. Мы с вами уже говорили об этих темах. Нужно максимально контролировать то, что происходит за столом. Седьмое правило. На вопрос, сколько раз в день должен есть боец, Джорджес отвечает, чтобы питаться правильно, боец должен есть 9-10 раз в день. То есть, те люди, которые находятся под его контролем, дробят пусть даже не какую-то гигантскую калорийность. Мы сравнивали с вами с борцами с умой. Естественно, у бойцов смешанных стилей рацион значительно более ограничен. И, тем не менее, раздроблен на 9-10 приемов. Пока я вам рассказывал правила в питании, наше мороженое приготовилось. Это не может не радовать. Мы сейчас с вами будем его... Но это, опять же, я все называю мороженое-мороженое. Это не мороженое. Это сорбет. Я не знаю, правда, как определять степень готовности. Видимо, вот это и есть степень готовности. Вот знаете, ребят, чем меня радует эта техника? Тем, что она периодически вступает в диалог со мной с помощью разных средств. Иногда голосом, иногда вот такими сказочными мелодиями. Практически новогодними какими-то, что ли. Я не знаю, как это выключить, так что будем продолжать слушать. Я сразу представляю команду бойцов ММА, которые идут на ринг под такую музыку. Вот и все. Вот они и пришли. Ну ладно. Смотрите. Товарищи. Что у нас тут? Киви, груша, яблоко и ложка меда. Практически как советовал Джорджес. Но по чуть-чуть. Перед боем или перед тренировкой для высвобождения энергии отлично пойдет. Очень круто. То есть фактически это, ну как сказать, конечно это и не мороженое, естественно. Здесь нет никакого жира, здесь нет ничего сливочного, молочного. Это сорбет. И свежих фруктов. Вы смотрите все время, как я жую тут при вас. И вам же тоже хочется присоединиться. Ребята, не знаю, что посоветовать. Стремиться приобрести мороженницу. Наверное так, со временем. Друзья, значит, что я хочу вам сказать. Я рад, что вы все больше получаете пищи для размышлений и пищи для споров в комментариях. Которые я приветствую, ребята. Ваши споры и ваши баталии и сравнения мнений. Так что те из вас, кто занимается единоборствами, поделитесь своими методами. И своим ноу-хау в сфере правильного питания и получения оптимальной энергии для тренировок. С вами был Денис Семенихин. Удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok